День Города В пожаре на РНПК пострадали два человека. Такие же участники дорожного движения. За прошедшие выходные выявлено 33 нарушения ПДД со стороны пешеходов. Солнце, весна и блинчики. В стране началась масленичная неделя. О том, как в Рязани пройдет праздник. Начнем с чрезвычайного происшествия. В первый день весны произошел пожар на Рязанском нефтезаводе. Сигнал на пульт МЧС поступил в 9 часов 47 минут. К месту пожара были направлены оперативные пожарно-специальные подразделения. И спустя 2,5 часа возгорание было ликвидировано. По прибытию к месту вызова было установлено, что происходит загорание на установке технологического оборудования. Был присвоен повышенный ранг пожара. Пожар номер 3. На месте пожара работало 82 человека и 20 единиц техники. В 12 часов 13 минут пожар был ликвидирован. Как сообщает пресс-служба РНПК, цитирую, угроза окружающей среды отсутствует, организован экологический мониторинг. Производственный процесс на заводе не прекращался. На месте работает оперативный штаб предприятия. При пожаре пострадали два человека, оба госпитализированы. О своей безоговорочной поддержке президент России и военной операции на Украине заявил сегодня на правительстве губернатора Рязанской области Николай Любимов. По его словам, санкции Запада направлены сегодня не против конкретных лиц, а против всего российского народа. Но в полной изоляции мы не останемся. Новый шоурум в Армении – рязанская ответочка на вводимые против нашей страны санкции. Точно такой же визит был недавно в казахский Алматы. В этот раз деловые связи в Ереване сегодня налаживают 62 рязанских предпринимателя из 12 отраслей. На выставке продажа более 700 товаров местного производства. Сегодня в крайне сложных внешнеполитических условиях, в условиях жесточайших санкций, вводимых против нашей страны, такие деловые переговоры особенно важны. И хотелось бы особенно поблагодарить принимающую сторону наших армянских коллег за готовность сотрудничать и вместе продолжать развиваться. В Рязанской области сегодня около 700 беженцев с Донбасса. Женщины, старики, дети. Николай Любимов отдельно поблагодарил тех рязанцев, кто не остался в стороне. Власти, в свою очередь, сделали все, чтобы наши люди ни в чем не нуждались. По данным Минобразования региона, вчера в школы Рязанской области пошли учиться 151 школьник. Все они получили учебники и констовары. Все необходимое. Был обеспечен подвоз детей, где это необходимо. И хочу обратить внимание всех. Это очень важно. Дополнительные места в детских садах для детей из ЛНР и ДНР будут выделены не в ущерб рязанцам. Решение вопроса очередей в дошкольных учреждениях – приоритетная тема региональных властей. По словам губернатора, вся работа по нацпроектам идет теми же темпами – с сохранением всех льгот и социальных обязательств. Максим Васильев, телекомпания «Город». Индексация пенсий военным пенсионерам, ужесточение контроля за оборотом оружия и изменения в Трудовом кодексе. Эти и многие другие законы вступают в силу с начала марта. С подробностями Валерий Седов. Пенсии военным пенсионерам проиндексируют выше уровня инфляции – на 8,6%. Такое поручение дал президент России Владимир Путин. Закон, который затронет больше 2,5 миллионов человек, будет иметь обратную силу. Пенсии пересчитают с 1 января этого года. Раньше уже проиндексированы пенсии гражданских неработающих пенсионеров. Другой закон коснется ужесточения контроля за оборотом оружия. Теперь без медосвидетельствования покупать, хранить, переносить его категорически запрещено. Отличие нового порядка в том, что теперь такие обследования нужно проходить в медучреждениях государственной или муниципальной системы здравоохранения. Считается, что такая инициатива не позволит зарегистрировать оружие человеку с неустойчивой психикой. К автомобильной теме. Штраф за управление машиной без диагностической карты – 2000 рублей. Закон этот для тех водителей, у которых техосмотр остался обязательным. А медсправки водители получат уже по новому порядку. Затронет закон и автовладельцев, которые лишены прав за пьяное вождение или отказа от медосвидетельствования. Им придется сдавать анализы крови и мочи. После этого решение о выдаче справки примет специальная комиссия. В марте появятся новые понятия – дом блокированной застройки, многоквартирный дом и малоэтажный жилой комплекс. Раньше у таких категорий жилья, как таунхаус или дуплекс, правовой статус был не определен. Они относятся к категории жилого дома, но имеют ряд особенностей, согласно которым не являются ни частными, ни многоквартирными. А на земельных участках сельскохозяйственного назначения теперь разрешено строить жилые дома. Один дом на один участок. Максимум 500 квадратных метров и не больше трех этажей. При этом площадь застройки должна быть не больше 1 четвертой от площади земельного участка. И, наконец, займутся липовыми благотворителями. Теперь, если человек использует спецящик для сбора средств без разрешения на такую деятельность, ему грозит административная ответственность. Максимальное наказание – штраф до 50 тысяч рублей. Стартовал традиционный праздник окончания зимы – Масленица. Он длится неделю, после чего наступает Великий пост. Главный символ праздника – блины. Правда, диетологи и врачи не рекомендуют употреблять их в большом количестве. В этом году для рязанцев основной площадкой празднования станет Центральный парк культуры и отдыха. Традиция печь блины на Масленицу существует достаточно давно. И многие даже уже не задумываются о том, откуда она взялась. Принято считать, что круглый блин – это символ главного светила. Когда Масленица была языческим праздником, важной фигурой для славян было Ярила – бог солнца. Люди верили, что в преддверии весны он борется с морозами. И по одной из версий, именно в его честь пекли блинчики. Пекли обязательно. Я всегда пеку исключительно для сладкого на кефире, а если с начинкой, то на молоке. Ну, наверное, по традиции считается, что больше. Больше счастья, больше исполнения желаний. Так что больше. Я пеку блины тоненькие. У нас любят есть тоненькие блины. Я именно такие пеку. Ну, обычный рецепт на молоке. Какого-то особенного рецепта у меня нет. Я думаю, во всем нужно знать миру. Гречишные блины. Очень даже вкусные. С гречем и муки. Расскажите, как их делать. Так же, как из такой муки. Только берете гречку. Рисовая мука. Очень вкусные блины. Ну, с овсяной мне не очень понравились. Это я как гастроэнтеролог не рекомендую. Есть много блинов. Это жареный продукт. И при его термической обработке уделяется канцерогенные вещества. В первую очередь. А вторую очередь, естественно, для традиционных блинов используется, как правило, жирное молоко, либо сливки, масло, опять же таки, сливочное. Да, и все это, естественно, способствует накоплению более, точнее, насыщенных жирных кислот в организме, которые вредны. Для быстрого создания блинов сейчас существуют даже готовые смеси. Только врачи и диетологи не рекомендуют их использовать в качестве альтернативного теста. Если почитать состав, то там очень много переработанных ингредиентов, которые желательно сокращать в своем рационе. Я рекомендую готовить блины самим из известных простых ингредиентов. Традиционно блины – это мука, яйца, соль, сахар, молоко, масло. Чтобы снизить калорийность продукта и увеличить его полезность, лучше брать цельнозерновую муку или добавлять ее в белую муку. А еще врачи рекомендуют сократить количество сахара. Ведь если вы собираетесь есть блины со сгущенкой, медом или вареньем, то для организма это самая настоящая сахарная бомба. Блины с начинкой – это полноценный прием пищи. Начинка может быть любой – фарш из диетических сортов мяса, из птицы или из яиц. А для сладких начинок лучше брать мороженые ягоды, из которых делать пюре, бананы и низкокалорийный творог. Во время масленицы по традиции нельзя встречать гостей в неубранном доме и без праздничного угощения. Поскольку принимать гостей – это одна из главных традиций праздника. Дом нужно поддерживать в чистоте и порядке. И всегда иметь про запас блины. Герман Гущин, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». По статистике, за прошлый год ровно в половине всех ДТП виноваты пешеходы. Для госавтоинспекции это не новости, скорее секрет Полишинеля. Сегодня поговорить по душам с самыми нетерпеливыми на дороге Рязани вышли сотрудники ДПС. Эта милая женщина, которая разговаривает с инспектором ДПС, на самом деле нарушительница. Преступление не тяжкое, перешла дорогу в неположенном месте, поэтому только предупреждение. Через секунду инспектор сорвется с места и побежит за новым перебежчиком, уже мужчиной. Максимальный штраф за такую беспечность – 500 рублей. Но сегодня инспекторы проводят только профилактическую беседу. В общем, последняя китайская. С начала этого года в Рязанской области зарегистрировано 40 дорожно-транспортных происшествий с участием пеших участников дорожного движения, в результате которых 6 человек погибло, 37 получили травмы различной степени тяжести. Горячая точка по традиции – Первомайский проспект. Здесь нарушений больше всего. Регистрируют и ДТП, и травмы. Но это почему-то мало кого останавливает. Дорогу не по переходу пересекают и старым лад. Инспекторы их ловят и раздают специальные памятки, как правильно переходить дорогу по пешеходному переходу. Пока. Важно помнить, что даже подойдя к пешеходному переходу, пешеход обязан убедиться в своей безопасности. То есть, может быть, даже установить зрительный контакт с водителем, что каждый участник дорожного движения понимает друг друга, что водитель действительно останавливается, пропускает пешехода, и только после полной остановки транспортного средства можно начинать переход дороги. Нарушителей во время этого рейда всего ничего. Одного вида инспектора ДПС для внушения хватило. Однако, стоило машине ГИБДД уехать, как народ вновь начал бросаться под автомобили. Или, как они это называют, просто переходить дорогу. А мы напомним, штраф, если нарушителя поймает сотрудник ДПС, всего 500 рублей. А если поймает машина, это будет гораздо чувствительней. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». В минувшее воскресенье на Рязанской земле прошли ставшие уже традиционными лично командные состязания по спортивному ориентированию на лыжах, посвященные памяти генерала-лейтенанта воздушно-десантных войск Ивана Лисова, сподвижника легендарного Василия Маргелова. Лично командное первенство по спортивному ориентированию на лыжах прошло на технически сложном полигоне детской туристической базы «Серебряные пруды». Здесь в изобилии глубокие овраги и лиственные леса. Соревнования, ставшие традиционными, собрали команды юных ориентировщиков со всей Рязанской области. Это уже третий старт имени легендарного генерала Ивана Лисова, первого председателя Федерации спортивного ориентирования СССР. Организовали и провели старты специалисты областного центра детско-юношеского туризма и краеведения. Мне очень приятно видеть, что здесь 136 человек участников, что здесь много районов у нас представлено. Вся, чуть ли не вся география Рязанской области, начиная от Милославского района до Клепиковского района. Очень много команд с Рязани, это очень радует. Ориентирование на сложные пересеченные местности потребовало от участников хорошей технической подготовки. Юным ориентировщикам дважды пришлось преодолевать глубокие овраги. Наиболее массовой возрастной категорией стала категория 14-летних. Победителями в ней стали Савелий Яшин из Клепиковского района, преодолевший сложную 2,5-километровую дистанцию за 21 минуту 34 секунды. Савелий занимается ориентированием пятый год, у него уже третий разряд. В женской возрастной группе до 14-ти лучший результат у Маргариты Альбиковой из команды Рязанского центра детско-юношеского туризма и краеведения. В командном зачете первое место и кубок победителей у Рязанской школы номер 9, тренер Евгения Гришнова. На втором команда центра детско-юношеского туризма и краеведения, бронзовые медали и кубок за третье место у команды Клепиковского района. Заслуженные командные кубки вручали победителям и призерам воспитанники генерала-лейтенанта Лисова, выпускники высшей комсомольской школы, своеобразные покровители соревнований. Здесь есть честность в победе. Кто лучше, кто быстрее, кто точнее, качественнее, тот и победил. Это одно из... Спорт это вообще в целом, знаете, проявление такое, того, что ты своим трудом и навыками становишься первым. И когда проводятся подобные соревнования, которые мы, безусловно, очень поддерживаем и уверены, и будем поддерживать дальше, уверены, что они будут расширяться, продолжаться. Но уже сегодня почти 150 участников из разных регионов Рязани, да, и Рязанской области. Это прекрасный результат, что это очень популярный вид спорта. И прежде всего, благодаря организаторам. Благодарности от Комитета обороны Государственной Думы России за вклад в патриотическое воспитание были вручены специалистам областного центра детско-юношеского туризма и краеведения. Призеры и победители соревнований увезли с собой заслуженные кубки, грамоты и медали. Но главное, что запомнится участникам стартов, азарт спортивной борьбы и гостеприимная атмосфера. Сюжет подготовлен по материалам городского школьного телевидения Марс ТВ. Это все новости на данный момент. Более подробно с событиями региона вы можете ознакомиться на сайте город62.тв. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова